Еще в начале прошлого века ученый-исследователь Андрей Журавский при поддержке Петра Столыпина и Императорской Академии Наук учредил в селе Уссильма первую на российском севере опытную научную станцию. Здесь занимались разведением пород скота, который мог приспособиться к северным условиям. Ведь местные крестьяне не без труда обживали этот край. Зимы у нас длинные, иногда суровые. Реки леса богатые, но личные подворья – это всегда подстраховка и рацион питания. Вот только обычным домашним животным в холоде тоже не сладко. Но если вывести свою породу, это уже национальная безопасность края. На этой неделе Сергей Гапликов впервые побывал в Уссильме. О ярких губернаторских заявлениях Евгений Ракин. Каждой породе присвоено определенный цвет дырок. Трехпородный – это голубой дырок. По-моему, он назад не хочет. Не хочет. Я уже чувствую, не хочет. Корова-ручейская овчарня уже сейчас брендовое предприятие района. Здесь сегодня свыше полутысячи овец и небольшое стадо коров. Но в планах расширение. Сразу как построят новое помещение на 50 голов. С нами разработана система промышленного скрещивания в овцеводстве. И значит, в качестве материнских пород мы используем нашу местную овцу. А в качестве отцовских импортные – это баран породы Дорпер и Астфриска. То есть на выходе мы хотим получить овечку рентабельную. То есть она должна быть многоплодной, молочной и скороспелой. Идею о создании центра по выращиванию и селекции овец Сергей Гапликов поддержал. И поручил Минсельхозу содействовать в части получения субсидий. Давайте предложение всем, чтобы у нас здесь образовать серьезный центр. Прямо-садник. Прямо-садник с серьезной инфраструктурой, с серьезными изучениями разного типа, направлений. Слушай, хватит уже сидеть. И на сегодняшний день мы уже можем предложить овечку, то есть участник или... Потянешь, потянешь, потянешь. Если они у нас приобретают... Потянешь? Конечно, потянешь. Ну, все, вот так и надо сказать. Да я все сделаю. Я все сделаю. Вот молодец. Лидия Канева по совместительству возглавляет Печорскую научно-исследовательскую опытную станцию. Ту самую, что более века назад основал знаменитый исследователь севера Андрей Журавский. Ученый доказал, сельское хозяйство на севере может стать рентабельным. По большому счету, Канева продолжает славные традиции Журавского, но уже в животноводстве. Еще в 1911 году Андрей Владимирович Журавский, открывая Печорскую сельскохозяйственную опытную станцию, сказал, что по мнению многих ученых, сельское хозяйство на севере не имеет маломальски серьезного значения. И задачей опытной станции является то, чтобы снять эти обвинения с огромной территории русского севера. И, в общем-то, Андрею Журавскому это удалось. Ученый написал более 400 научных статей, организовал свыше 20 экспедиций по изучению севера и оставил у Силемской земли бесценное культурное наследие. На месте первой в Печорском крае сельскохозяйственной опытной станции сегодня располагается поселок, названный именем Журавского. О самом Андрею Владимировичу здесь практически уже ничего не напоминает. Единственный памятник, сохранившийся спустя 100 лет, вот эта металлическая конструкция бывшей теплицы, в которой великий исследователь селекционировал северные и южные культуры растений. Здесь же, в Коровьем ручье, находится лучшая сельская школа республики по итогам 2014 года, а учатся в ней настоящие патриоты. Я нисколько не жалею то, что я учусь в кадетской школе, и мне очень многое это, конечно, дало. Та же самая строевая подготовка, знакомство, разборка, сборка оружия. В общем, из истории много чего узнал разных героев. В кадетской школе, а такие в коме всего две, развивают не только военно-патриотическое направление, но и творческое, и культурное. Чтобы человек, выходя из этих стен этой школы, любил Родину, был готов пожертвовать ради Родины чем-то своим, был готов, если надо, защитить ее, даже вот, когда мы вот ставим вопросом, что вырастет хорошая мама, которая будет ответственно воспитывать своих детей, мы считаем, что это не менее важно, чем воспитать хорошего офицера, который сможет защищать Родину с оружием в руках. Будущих патриотов каравручейские педагоги воспитывают в непростых условиях. Пока нехватка кадров и финансовых средств, отсутствие единой методики и координационного центра тормозят развитие движения. Впрочем, на встрече с ребятами Сергей Гапликов заверил, поддержка будет. Мы, безусловно, как сказал директор школы, будем поддерживать и развивать это направление. Для нас очень важно, что именно кадетские классы становятся в авангарде формирования патриотического настроения, развития и любви к нашему судьбе. В той Родине, которая дает нам сегодня силы для того, чтобы двигаться вперед и улучшать наше с вами социально-экономическое положение. В Усть-Цильме глава проинспектировал и строительство детского сада. Новый объект рассчитан на 120 мест, тогда как действующее здание вмещает лишь 50 детей. Кроме того, расположенные в деревянной избе 28-го года постройки учреждения не соответствуют нормам. Очень небольшие помещения и небольшая территория для прогулки детей. Что внутри, помещения совмещенные как санузел, так и спальня. И в самих прихожих, вот этих групп, где принимают детей, очень мало места. То есть, если одновременно забирают около 10 детей, родители даже поместиться не могут. На сегодня, в своей очереди, в Ясли ожидают 90 юных усть-целемов возрастом до полутора лет, а также свыше 30 дошколят. Проблема частично решится к сентябрю, когда новое здание будет достроено. Подрядчик от графика не отстает, впрок запасает стройматериалами. Впереди весна, а значит распутится. Всего на площадке работают 70 человек. Готово здание более 60%, подведены все коммуникации. Выполнена кладка первого и второго этажа, идет кладка третьего этажа, практически закрыт контур. Вот сейчас мы закрываем окна, то есть мы в течение двух, трех, четырех дней закрываем контур второго этажа. В подвале выполнена сейчас сантехника, где-то в течение двух недель планируем запустить тепло. Вот идет кровля, монтаж кровли и внутренние отделочные работы. Традиционная встреча Сергея Гапликова с местными активистами – это всегда звездный час для неравнодушного населения. На злобу дня у Стелемы поинтересовались судьбой парома, купленного муниципалитетом два года назад. Бюджетные миллионы потрачены, а плавсредство почему-то до сих пор не спущено на воду. Насколько у меня есть сведения, вы знаете, там были соответствующие проверки, в том числе реестр, вызвал замечания, по устранению которых можно получить соответствующую лицензию. Значит, в этой ситуации, насколько я понимаю, есть определенный план график, его Константин Георгиевич Лайдеров, как зам, курирует, и к навигации этого года паром будет спущен на воду. Если не будет спущен на воду, ну, значит, будут спущены те, кто написал мне эту справку. Все очень просто. Рабочий визит Сергея Гапликова завершился поздним вечером. Глава региона встретился с лучшими спортсменами и тренерами у Стелемского района. В подарок от губернатора они получили памятные часы.